Зеленый оазис из редких растений. Новая территория, которая сочетает природное и духовное начало сад-баланса. Такое пространство, созданное в сочетании естественного ландшафта с арт-кластером. Первое в Самаре, говорят авторы проекта. Это по сути сад, который развивается и лет через 5-10 он приобретет такие черты действительно природного ландшафта. Во многом в нем заложена идея саморазвития. Реализация концепции благоустройства стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ находится на личном контроле Елены Лапушкиной. Глава Самары выехала на место стройки и оценила степень готовности объекта. Это совсем новый подход к благоустройству территории. Здесь применены совсем другие материалы. Здесь заложены совсем другие идеи. Это не просто развлекательная площадка, это не просто прогулочная площадка. Это площадка со своими самарскими смыслами, которая очень многим людям наверняка будет понятна и принята. Еще одна часть благоустраиваемой зоны – сквер памяти борцам революции. Обелиск здесь остался неизменным, но территория рядом преобразилась. Газоны оснастили системой автополива, по периметру установили новые точки освещения и уложили тротуарные плиты, которые впервые применили в крупном формате. Поверхность плитки обеспечивает противоскольжение. Здесь также есть совершенно необычные лестницы, совмещенные с пандусами. Причем пандус проходит как бы в теле лестницы. Такого тоже еще пока не было. Я уже тоже много сделал объектов подобного типа. Работы уже закончили на 75%. Прогуляться по обновленной территории горожане смогут в начале осени. Мэри Илчан, Василий Кладошов, Константин Головин. События.